Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в нашей программе вы увидите Дань памяти в музейно-храмовом комплексе «Патриот» прошла акция «Письмо ветерану». Урок мужества. Ветераны десантных войск рассказали школьникам округа о подвиге героев. Джаз, блюз, фолк. Концерт «Весеннее обострение» состоялся в 1-й Одинцовской библиотеке. Околица собирает друзей. Традиционную концертную программу подготовили в Доме культуры «Солнечный». Баттл импровизации. В Одинцове провели этап областного проекта «Театральный поединок». Борьба за выход в финал. В Одинцове и Красногорске стартовал фестиваль «Город танцует в парках». Ровно 111 лет назад, 5 мая 1912 года, вышел первый номер газеты «Правда». Она сразу же стала главным печатным изданием большевиков, а после гражданской войны – главной газетой в СССР. Издание «Не одно десятилетие» было официальным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Основателем «Правда» был Владимир Ленин. Первые годы литературный раздел возглавлял Максим Горький. А в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. С 1930-х до 50-х годов курировал издание сам Иосиф Сталин. Чем еще примечательен сегодняшний день, смотрите далее. 5 мая 1794 года в Санкт-Петербурге основали Смольный институт благородных девиц. Учреждение появилось благодаря императрице Екатерине Великой. После восхождения на престол она вела активную реформаторскую деятельность, укрепляла личную власть и искала популярность у народа. Институт стал первым в России привилегированным женским общеобразовательным учебным заведением закрытого типа, для дочерей потомственных дворян. Девушек там обучали закону божьему, французскому языку, арифметике, рисованию, истории, географии и словесности. Кроме того, девицы обучались танцам, музыке, светским манерам, рукоделию и домоводству. Ежегодно 5 мая в России отмечают День водолаза. Праздник включили в реестр памятных дат в 2002 году. Поводом для учреждения его стало важное историческое событие. 5 мая 1882 года по указу императора Александра III в Кронштадте основали первую в мире водолазную школу. Также сегодня еще один профессиональный праздник – День шифровальщика. Его отмечают сотрудники Криптографической службы России. 5 мая 1818 года родился немецкий философ, экономист, основоположник научного коммунизма, политический журналист, именно он оказал влияние на всю политическую историю XX века – Карл Маркс. Его научные работы сформировали в философии такие направления, как диалектический и исторический материализм, в экономике – теорию прибавочной стоимости, в политике – теорию классовой борьбы. Труды Маркса легли в основу коммунистического и социалистического движения и идеологии, получивших название марксизм. В числе сегодняшних именинников также советский инженер-физик, изобретатель телевидения Борис Розинг и народный артист России Юрий Назаров. Пока жива память, живут герои Великой Отечественной войны. В сердцах людей никогда не померкнет подвиг солдата, вставшего на защиту своей страны. В музейно-храмовом комплексе «Патриот» прошла акция «Письмо ветерану». Приуроченная к 78-летию со дня Победы. Благодарственные письма ветеранам Великой Отечественной войны. Слова сопереживания и поддержки участникам спецоперации. Детские рисунки. В преддверии 78-летия со дня Победы волонтеры Подмосковья организовали акцию «Письмо ветерану». Мы помним и тех наших героев Победы, и сейчас участников СВО. И вот моя дочь решила поддержать и участников СВО, и нашим ветеранам написать письмо. Я поздравила ветеранов с праздником. Счастье, мирного неба над головой. Акция прошла в музейно-храмовом комплексе «Патриот». Принять участие смог каждый желающий. Не только пишут, но еще рисуют. Подходят дети, мы им даем цветные карандаши. Они рисуют звезды, танки, солнце. Пишут по-разному. В течение дня 200 человек выразили на бумаге слова благодарности и нарисовали рисунки, которые к 9 мая передадут адресатам. Всем участникам вручили георгиевские ленточки – бессменный символ памяти о годах Великой Отечественной войны. Уважение ветеранам, людям, отдавшим все для фронта и победы страны. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В этом году Всероссийская акция «Бессмертный полк» состоится в обновленном формате. Традиционного шествия по улицам городов не будет, но при этом фотографии героев увидит еще большее количество людей. Так, «Бессмертный полк» Одинцовского округа появится на официальном сайте окружной администрации, в социальных сетях главы муниципалитета, а также в эфире телеканала ОТВ. Смотрите 9 мая в 12.00. Общественная организация ветеранов десантных войск проводит так называемые «уроки мужества» в школах округа. Это патриотические мероприятия, посвященные истории России и подвигам русских солдат. Репортаж нашего корреспондента. Союз десантников России – одна из самых крупных и активных организаций, которая реализует военно-патриотические мероприятия, волонтерскую деятельность, осуществляет патриотическую работу с молодежью. Для ребят они подготовили концерты «Уроки мужества», которые проводят в различных школах. Программа короткая, в ней 12 видеоклипов. Между ними мы рассказываем о том, что происходило, происходит и будет происходить с Россией в ближайшее время. Ну и программа получилась хорошая. Сегодня у нас по два, по три выступления в день. Делятся личным опытом, случаями из жизни, затрагивают важные моменты в российской истории. Заключительное выступление прошло для учеников школ двух поселений – Ершовская и Каринская. Сегодня у нас завершающий концерт «Урок мужества» при уроченной специальной военной операции и Дню Победы. За Победу называется у нас. Поддержку, в первую очередь, СВО нашим ребятам. Я ветеран войны в Афганистане, участник СВО. В прошлом году, в конце марта, добровольцем ушел на передовую. Волей судьбы и молитвами я попал к своим, попал к десантникам служить. Ветеран двух войн рассказал немало интересного, принес предметы из личного арсенала десантника. Именно такое общение с живыми героями воспитывает патриотизм и чувство долга перед Родиной у подрастающего поколения. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Выдачу разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья запретили еще в апреле. Об этом напомнила пресс-служба губернатора и правительство региона. Исключение сделали только для авиационных работ, которые проводят оперативные службы и органы государственной власти. Данный порядок действует и в настоящее время. О других новостях региона смотрим прямо сейчас. К 78-летию победы в Великой Отечественной войне дорожные службы Подмосковья подготовили более 400 центральных дорог и подъездных путей во всех городских округах. Отремонтировали свыше 3000 ям, промыли 520 км дорожного полотна и 87 км ограждений. Очистили более 400 км тротуаров, вымыли и покрасили порядка 1400 остановок, а также восстановили разметку на пешеходных переходах, привели в порядок дорожные знаки. Всего в работах были задействованы более 2000 дорожных рабочих и свыше 1000 единиц спецтехники. В Московской области реализовали систему подсчета посетителей в парках с помощью камер системы «Безопасный регион». Всего в Подмосковье 184 зоны отдыха. В 159 из них эта система уже полностью введена в строй и работает. В остальных парках проходит ее дооснащение, которое завершат до 1 декабря текущего года. Система «Безопасный регион» нацелена на оперативное реагирование в кризисных ситуациях и на защиту людей и объектов инфраструктуры. С ее помощью удается уменьшить количество правонарушений и повысить раскрываемость преступлений по горячим следам. С начала прошлого года в Подмосковье для привлечения медицинских специалистов действует программа «Приведи друга». За трудоустройство привлеченного специалиста сотрудник больницы может получить премию до 40 тысяч рублей, за врача – до 25 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру. Благодаря программе «Приведи друга» в больнице и поликлинике с начала прошлого года трудоустроилось 310 врачей, фельдшеров и медсестер. Из них 57 в этом году. Новый сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность, на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях последние 6 месяцев и более. На концерте «Весеннее обострение» выступили музыканты всех жанров и возрастов. В первой Одинцовской библиотеке они исполнили джаз, блюз, фолк, а также испанские, итальянские и русские патриотические песни. Также всех гостей праздника ждали шарады, конкурсы, веселые истории и зажигательные танцы. Мир, труд, май. А еще море улыбок, позитива и хорошей музыки. Все это весеннее обострение в Одинцовской библиотеке номер один. Праздничный первомайский концерт с участием талантливых исполнителей различных музыкальных стилей и жанров. «Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне». Концерт получился интернациональным. Наряду с патриотическими песнями о России звучали жизнерадостные испанские и итальянские мотивы. «Посмотри на эту землю, что вращается вместе с нами. Посмотри на эту землю, что вращается только для нас, чтобы подарить нам немного солнца». «Она очень нам нравится, она торжественная и приятно петь даже на итальянском языке». В перерывах между музыкальными номерами вспомнили историю возникновения праздника, когда в XIX веке чикагские рабочие боролись за свои права и требовали гуманные условия труда. «Рабочим нужен и отдых, нужен восьмичасовой рабочий день, а не двенадцать, даже не десяти. Поэтому сегодня мы отмечаем восьмичасовой рабочий день, радуемся тому, что у нас есть выходные, а в стране у нас их очень много». Но, конечно же, в первую очередь Первомай у всех ассоциируется с весенним солнцем, началом чего-то доброго и светлого. «Весной все оживает, и ты оживаешь вместе с весной. Конечно же, музыка вокруг, радостные лица, улыбки, можно снять тяжелую одежду с себя и полететь, полететь, полететь». «Весна – это просто, у меня сейчас просто крылья растут и растут, и, может быть, даже не знаю, куда их девать». Наряду со взрослыми профессиональными музыкантами на сцене выступали юные дарования. Сотрудники библиотеки также не остались в стороне и подготовили для гостей музыкальные и поэтические номера. «Когда на небе звезды тают, и над землей летит рассвет, лишь он не спит, а подметает уж много сотен тысяч лет». Музыкально-поэтический праздник не забывали разбавлять весельем. Конкурсы, шарады, веселые истории со сцены, а на задних рядах – настоящая дискотека. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». В Доме культуры «Солнечный» прошел концерт «Околица, собирая друзей». На сцене выступили вокально-хореографические коллективы со всего Одинцовского округа, в том числе и Театр народной песни «Теремок». Есеня занимается в образцовом коллективе Театра народной песни «Теремок» с трех лет. Больше всего ей нравится петь и танцевать. На концерте «Околица, собирая друзей», юная исполнительница будет выступать перед зрителями уже не в первый раз. Я много выступала и мне нравится ходить в «Теремок». И еще я играю на лужках. В программе русские народные песни и танцы выступления вокально-хореографических коллективов со всего округа, как всегда, радуют зрителей своими исполнениями и яркими нарядами. Сегодня к нам приехали народный коллектив Московской области, ансамбль народной песни «Заряночка» под руководством Сергея Петрова. Сегодня будут выступать наши замечательные дети, образцовый коллектив Театра народной песни «Теремок». Широта русской души и традиции народа именно этой многогранностью в своих песнях участники хора «Околица» всегда хотят делиться со зрителями. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». И о новостях Москвы. Московские театры приглашают жителей на программу в честь 9 мая. Горожан и гостей столицы ждет свыше 100 спектаклей и концертов, посвященных Великой Отечественной войне. Это классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. О других новостях столицы смотрим прямо сейчас. Фламинго из московского зоопарка переехали в летний вольер. Такой переезд для розовых и красных фламинго – привычная процедура. Всю зиму они проводят в теплом помещении, а весной, когда устанавливается стабильный плюс, переезжают на пруд. В парках Москвы открылся сезон водных прогулок. Парковые и лодочные станции будут работать до сентября с учетом погодных условий. Взять лодку или катамаран в прокат могут только совершеннолетние. Всем отдыхающим на воде предоставляют спасательные жилеты, а на отдельных станциях выдают круги и организовано дежурство спасателей. В ближайшее время в столице обновят парк трамваев. Это один из важнейших элементов городской транспортной среды. Ежедневно они перевозят около 600 тысяч пассажиров. Также расширят маршрутную сеть и обустроят пути и платформы. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Баттл импровизации. В Одинцове провели этап областного проекта «Театральный поединок». Борьба за выход в финал. В Одинцове и Красногорске стартовал фестиваль «Город танцует в парках». Ко дню победы о праздничных мероприятиях в округе узнаем из рубрики «Новости афиша». Весенний этап московского областного проекта «Театральный поединок» состоялся в Одинцовском центре эстетического воспитания. В игре приняли участие юные актеры детских театральных коллективов из разных городов региона. Быстрая реакция, находчивость, а еще умение работать в команде. Анастасия вместе с ребятами из Одинцовского центра эстетического воспитания представляет наш округ на 12-й игре весеннего этапа московского областного проекта «Театральный поединок». В конкурсе такого формата юные артисты решили посоревноваться впервые. Снимали там в первом отборочном этапе, нужно было снять видео, почему мы хотим импровизацию. И, собственно, снимали видео на драйве. Дальше, когда появились первые отборочные испытания, мы поняли, что опа, а это сложно, а это очень сложно. И мы тут сидели, дневали, ночевали, снимали, переснимали, тысячу раз пробовали. В итоге объявили голосование, сняли несколько роликов. В основе самого проекта лежат две программы – образовательная и конкурсная. Отборочный этап участники прошли еще в феврале этого года. Всего в баттле приняли участие 32 коллектива из 27 городов Московской области. Конкурсная программа проходит в формате Всероссийской театральной игры «Инпровизационный баттл». В этой игре – это состязание двух команд в островом и находчивости непредсказуемости, то есть в жанре импровизации. То есть существует определенное количество раундов. Вот сегодня у нас будет пять игровых конкурсных раундов. Именно зрители давали задания участникам, которые они выполняли прямо на сцене. Жюри оценивало ребят на каждом раунде по олимпийской системе. То есть на следующий уровень переходила команда, которая победила в предыдущем этапе. Я стесняюсь! Финал конкурса «Театральный поединок» и «Гала-концерт» пройдет на большой сцене Московского губернского театра. Также в рамках партнерских программ участники смогут пройти различные дополнительные образовательные программы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Фестиваль «Город танцует в парках» стартовал в Одинцове и Красногорске. Это самое масштабное танцевальное событие, которое пройдет во всех городах Подмосковья. Профессиональные хореографы выбрали всего один лучший коллектив, который будет участвовать в гала-концерте. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха содрогнулся от зажигательной музыки и танцев. На центральной площади свое хореографическое мастерство представили 10 коллективов округа. И это только начало. Фестиваль «Город танцует в парках» до конца лета пройдет более чем на 30 разных площадках Подмосковья. Весь фестиваль располагается, получается, на любезно предоставленных нам площадках парков Подмосковья. Это произошло благодаря поддержке команды губернатора, губернатора лично и Мособлпарка. В программу входит конкурсный день. В течение конкурса мы на каждой площадке отсматриваем 10 номеров. И в результате каждого конкурсного дня выбираем одного участника, который проходит гала-концерта. Егор Дружинин вместе с другими лучшими хореографами Москвы оценили выступления ребят. Танец – это лучший способ объединиться и выразить свои эмоции, уверены они. Язык, на котором разговаривают танцовщики, он понятен каждому. И в этом плане нет непричастных людей. Все, кто видит, как люди танцуют, обязательно ощущают это телом. И не только телом, но и душой. И в этом плане я считаю, что уникальный проект. И очень радостно, что он наконец-таки появился. Оценить мастерство ребят было непросто. Все коллективы выступили достойно. Каждый номер – это особая история, до мелочей продуманные костюмы и своя энергетика, свой сюжет. Все постановки я создаю сама. Все, что я вижу, представляю, я пытаюсь это воплотить на сцене, во-первых. Во-вторых, все мои идеи, начиная от костюма, заканчивая музыкой, движениями, конечно же, все это я ставлю на сцене и пытаюсь потом реализовать уже некий сюжет. Для участников же это прекрасный опыт, возможность показать себя и объективно узнать уровень своего мастерства. Но лишь одна, самая лучшая из десяти команд сможет выступить на финальном гала-концерте. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». С 1 мая россияне начали тестировать туристические тропы в 13 регионах страны. Мероприятие продлится по 10 мая. Главная его цель – популяризация пешего туризма в России, освоение новых маршрутов, их преображение и благоустройство. О других новостях России расскажем прямо сейчас. В Тюменской области модернизируют два музея в рамках национального проекта «Культура». Там появится интерактивный сенсорный стол, с помощью которого можно ознакомиться с экспозицией, а также новое световое оборудование, стеллажи и современная акустическая система. Ученые доказали существование древних амазонок на Урале. Археологи Государственного университета изучили женские захоронения кочевников, в которых нашли оружие. Они пришли к выводу, что погребенные женщины умели с ним обращаться, применяли его в бою и вполне могли быть теми прототипами амазонок-воительниц, о которых писал историк Геродот. Карантин по опасному заболеванию пчел ввели в Самарской области. Из-за нозоматоза могут погибнуть почти все пчелиные семьи на пасеке. Недуг поражает пищеварительную систему насекомых. В связи с этим ограничили вывоз продуктов пчеловодства с пасек. Массовое заболевание пчел грозит вымиранию растений, а затем и животных, которые их едят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нас ждут большие праздничные выходные, посвященные одному из самых главных праздников нашей страны – Дню Победы. Они будут насыщены патриотическими мероприятиями и интересными развлечениями для всех. Точное их расписание вы узнаете из нашей следующей рубрики «Новости Афиша». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Начиная с 6 мая в каждом населенном пункте округа будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной, вспоминать подвиги русских солдат, чтить память погибших. В 11.30 в Больших Веземах в детской школе искусств пройдет концерт ко Дню Победы. В нем примут участие воспитанники отделения музыкального искусства. В 11 часов дня в Кадо-Ценемчиновске ребята прочтут стихи о Победе, а также поучаствуют в мастер-классе по изготовлению броши из георгиевской ленточки. Там же в 12 часов будет представлена книжная выставка с обзором литературы на военную тематику. Возложение цветов к мемориалу в Юдине пройдет в час дня. Участники акции пообщаются с родственниками и односельчанами погибших земляков. А в 3 часа желающие смогут насладиться песнями Шельженко, Лещенко, Кобзона и других исполнителей песен военных лет. Концерт состоится в библиотеке села Шарапова. 7 мая в Голицынском КДЦ расскажут об актерах и писателях-фронтовиках. Кроме этого, гостей концерта ждут песни, танцы, выступления солистов и чтецов с произведениями на военную тематику. Всех желающих ждут к 12 часам. На следующий день, 8 мая, торжественное возложение цветов состоится в Барвихе. Оно пройдет в 10 часов у могилы младшего лейтенанта советской армии Сергея Кулакова. А в сквере Победы в Больших Веземах в 12 часов проведут мастер-класс «Солдатская почта». Участники создадут послание солдату по макету писем времен Великой Отечественной. 9 мая в День Великой Победы в селе Ершово пройдет большой праздничный концерт. Сквозь года звучит Победа. Гостей ждут к 2 часам в культурно-досуговом центре. А в Старом Городке в 2 часа к просмотру представят фильм «Праведник». Любители кино приглашают к 2 часам в КДЦ «Полет». А гид-бригада «Победный май» будет работать для вас все праздничные дни. В их программе вокальные, танцевальные и драматические номера военного и послевоенного времени. Артисты воссоздадут атмосферу фронтовых концертов времен Великой Отечественной. С концертами они посетят все населенные пункты округа. Подробное расписание концертов смотрите в газете «Одинцовская неделя» в рубрике «Афиша». Отдыхайте насыщенно и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. У северных берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. По данным Геологической службы США, толчки зафиксировали в 36 километрах к югу от населенного пункта Дико-Бесаган. Здесь проживают 3,5 тысячи человек. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Сейсмологи не исключили возможность повторных подземных толчков. О других мировых новостях смотрите в нашей следующей рубрике. С начала мая в США началась забастовка гильдии сценаристов, которые требуют улучшений условий труда, повысить минимальную оплату и страховые отчисления. Переговоры с ними длятся с 20 марта, однако сейчас компаниям пришлось приостановить производство популярных программ. По данным американских экспертов, это самая крупная забастовка за последние 15 лет. Далай-Лама раскрыл секрет вечной молодости на конференции в Индии. 87-летний Тензин Гьяццо утверждает, что для сохранения молодой внешности и здоровой психики необходимо развивать свое сознание. Он рекомендует использовать дыхательные упражнения и медитацию для успокоения ума. Далай-Лама 14-й сам каждый день занимается медитацией, чтобы сохранять свое здоровье и умиротворенность. В английском графстве Камбрия обнаружили потерянные 2000 лет назад римские драгоценности. Их нашли в канализации бани, которую использовал кавалерийский полк. Среди находок было 36 полудрагоценных камней, таких как аметист, яшма и сердолик. А на них гравировки с изображением римских божеств – Венеры, Цереры, Фортуны и Аполлона. Древние здания открыли в 2017 году во время раскопок. Это была общественная баня, построенная около 210 года н.э. для кавалерийского полка Алла Петрианы. А теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет небольшой дождь. Температура воздуха днем – 9-11 градусов тепла. Ночью плюс 1-3. Возможен снег. Ветер северо-западный – 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 66%. Геомагнитное поле – спокойное. Сегодня не стоит заниматься серьезными делами. Отдохните, отправьтесь в путешествие или посвятите себя творчеству. Подробнее в следующей рубрике «Гороскоп». Овны. Обратите внимание на свое окружение и задумайтесь, что вам приносят эти люди. Оцените их вклад в вашу жизнь и найдите время выразить им благодарность. Тельцы. Постарайтесь отпустить ситуацию, и тогда у вас точно получится открыть новый взгляд на жизнь. Близнецы. Начните все с чистого листа. Ведите здоровый образ жизни, исключите из рациона вредную еду и пересмотрите некоторые привычки. Раки. Этот день будет удачным для вас в финансовом плане. Да и процветание не за горами. Вы много работали, чтобы добиться успеха. Львы. У вас всегда появляются отличные идеи. Научитесь их притворять в жизнь. Девы. Нужно уметь говорить «нет». Сколько бы вам ни было лет, научиться этому никогда не поздно. И начать можно прямо сейчас. Весы. В вашей жизни вот-вот может появиться новая любовь. Чтобы это произошло, нужно дать окружающим возможность завоевать ваше сердце. Скорпионы. Вы склонны идеализировать, поэтому вам так тяжело даются расставания и неудачи на личном фронте. В этот раз дайте себе возможность встретить нового избранника. Стрельцы. У вас есть уникальная особенность. Вы умеете воплощать в реальность идеи. Так вот сейчас самое время для них. Козероги. Не всегда близкие люди говорят нам правду. Так же и с вами. Даже если все вокруг лгут, не надо обманывать самого себя. Будьте честны с самим собой. Водолеи. Не всегда в ваших бедах виноват кто-то другой. Порой причина кроется в вас. И нужно научиться брать на себя ответственность за содеянное. Рыбы. Самое время открыть свое сердце для всего нового и самого интересного. Вас ждет много приключений. На этом у нас все. С вами была Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам отличных предстоящих выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова